Всем привет, ребята, с вами Рирс. Наконец-то вышла долгожданная игра Средиземья Тени Войны от компании Warner Bros. Активно её пиарили в своё время, очень много вышло про неё в роликах. Это продолжение первой части Средиземья Тени Мордора, которая вышла в 2014 году. Собственно, наш канал начинался именно с Средиземья Тени Мордора. Правда, ролики сейчас скрытые, потому что там это Люда Зашквар был, но такое, короче, как-то так. В общем, что, начинаем прохождение. Надеюсь, вам понравится эта игра. Давайте немножко расскажу, что нас ждёт. Играем мы за Талиона. Это следопыт, который жил на стене, разделяла Мордор с другим королевством, каким-то, по-моему, с Гондором. И, в общем, его принесли в жертву и убили всю его семью, слуги Саурона, чтобы вызвать дух древнего эльфа, который выковал, собственно, эти кольца всевластия. И, в общем, как бы вызвали они этого духа, но дух что-то оказался против такого воскрешения и вселился в Талиона. И, собственно, воскресил этого Талиона. И теперь они вместе с духом мстят за свою семью и пытаются нагнуть Саурона. В общем, вот в этом будет весь замес этой игры, что в первой части, что, собственно, во второй части. Только здесь всё помноженное на двое. Эпичней, масштабней, ну и должно быть интересней. Есть небольшой косячок в этой игре. Здесь есть микротранзакции. Что это такое, ребята? Это то, что вы можете покупать здесь кейсы. Сундуки, из которых выпадает рандомный лутер, рандомная армия. При помощи таких вот незамысловатых штуковин можно немножко ускорить прохождение игры. То есть вы купили игру и ещё должны в неё платить, чтобы меньше в неё играть. Такая вот логика у разработчиков. Но мы покупать эти сундуки за реальные деньги точно не будем. За внутриигровую валюту, может быть, парочку возьмём. Что здесь появилось нового по сравнению с первой части? Доработали систему Nemesis. Это, по сути, искусственный интеллект иерархии врагов. Можно так это назвать. То есть они там сами между собой воюют. Постепенно поднимаются по цепочке. От простого рубаки до вожака. И вы, собственно, можете вмешаться в эту систему немножко. Кого-нибудь убить, кого-нибудь там приручить под себя. Послать его там на другого врага. И, допустим, отхватить себе какой-нибудь замок. В общем, сейчас будем со всем этим разбираться. Эту систему допилили. Допилили боёвку. Боёвка стала круче и интересней. Разнообразней, так сказать. Добавили некоторые элементы RPG. Вы прокачиваете своего персонажа. Находите ему новые вещи. Эти вещи тоже можно прокачивать. В общем, сейчас будем на всё смотреть. Ну что ж, поехали, ребята. Давайте посмотрим настройки. Сложность я поставил максимальную. Заклятый враг. Ну и настройки, графики. Всё на ультрах практически. Стандартные настройки. Посмотрим, сколько будет выдавать FPS. Поехали. Начать новую игру. Сложность. Заклятый враг. Это максимальная сложность. В ней система не мездится. Раскроется на полную катушку. Думаю, будет интересно смотреть вам и играть мне. Игра на русском языке. Здесь мы увидим только субтитры. Русский. Озвучка на английском. Сейчас нам покажут предысторию, собственно. Что было раньше, в первой части. Субтитры создавал. В первой части. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Субтитры создавал. О, Градуссмута II. Саларом вы уничтожили в создании рейсов. Он уничтожил вы и ваша бога. Может, эта болезнь... Не уничтожил. Я должен быть умер с моей семьей. Я думал, что вы хотели уничтожить. Но есть только один способ, чтобы закрепить церковь. Чтобы закрепить Саларом. Время пришло для нового рейса. Я чувствую это. Я чувствую это. Я чувствую это. Время, которое я видел, не может пройти. Бринбор! Время звонит снова, рейнджер. Как ты отвечаешь? Я чувствую это. Я чувствую это. Я чувствую это. Это прекрасно. Где ты его нашел? Я у меня еще несколько друзей. Но я думаю, что я не знаю. Что происходит с моим любимым? Это и последний. Все из прошлого. Присоединяем ничего в прошлом. Музовик, мы можем помочь. Откинся. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Чтобы разделить себя друг с другом. Но все равно он хочет вернуть своего призрака сейчас. Призрак находится в плену. По-моему даже у Шелоба. Это паучиха. Которая может принимать разные формы. Вот она его зовет к себе. Как видите без кольца он себя неплохо чувствует. Но он решился ряда способностей. Которые предоставлял ему Килибримбор. А способности могу вам сказать там. Охренительные как минимум. Ну что ж. Наконец-то нам дали поиграть. Дали же. Дали. Отлично. Можно покрутить. 100 фпс игра выдает. Хорошо. Слушайте. Ну это видите это закрытое помещение. Так. Все так же. Красный на РТ. Скрытное убийство на Икс. Давай, давай, давай. Тихо. Атаковать, ну. Так. Куда нам нужно пройти? Рейнджа. Оп. Какие ж вы слепошарые все-таки. Лука у него пока что нету. Лук предоставлять может только Килибримбор. Так. Сверху нас заметил кто-то. Привет, дружочек. Да. Пока управление то же самое все. Это кстати хорошо. Не стали изобретать велосипед. Просто с шэдоу в Мордор. Только помноженное на двое. И с крутыми. Интересными штукенциями. Вот. Что такое? Кто там ряпу чешет? Ну-ка. Тихо. Тихо. Все. О, подкат даже боился у нас. Блин, а как я это сделал? Сейчас не получается. Пролазаем. 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 Слышь его! Спидер не пора за грей рейнджер. Никто не за грей рейнджер. Я вас позвонил здесь для причины. Я вас позвонил здесь. Я вас позвонил здесь. Сейчас. Ты благо. Для человека. Но это не твоя свадьба, который спасет его. Сколько ты готова застрелить? Для стрелки. Для стрелки. Я отдал все. Не все. Пока. Да. Это рейнджер. Ты дадил мне рейнджер. Для рейнджер. Для рейнджер. И находил себя рядом с ним в твоем доме. Я Шилов. И я делаю только на самом деле. Я не дадил это. Я не знаю. Погоди. Я знаю! Я не знаю. Вот, пожалуйста, и рану, собственно, начала проявляться ... Таллиана, шарка была свята, и теперь ты genetic долетила свою, одно и моё время повышает в эту церковь Хорошо мы его еще опять Ахххххгх, да!!! Силар! Мы не будем остановить, пока все среди земли будет доминировано. Палантир должен быть защитным. Даже Силар. Я должен знать, если Силар. Нам придется ходить, зарабатывать эти очки, открывать сундуки. И в этих сундуках будут выпадать нам всякие разные улучшения. Улучшение своей армии. Потому что здесь нужно еще и армию прокачивать. Помимо себя. В первой части такого не было. В первой части ты как бы создаешь эту армию. Только-только набираешь обороты. Ну давай уже. Управление мне. Я хочу немножко орков порезать. Но игра красивая. Вот действительно красиво сделано. Скоро выходит Assassin's Creed Origin. И там... ...графика похуже. И там... ...графика похуже. Конечно. По крайней мере, лицевая анимация. В этих армии будет нестабильна. Но вероятно, что в городе не важно. Я не позволяю их оставить, как мои братья в Планкете. Мы должны сделать что-то. Управить капитана должен купить Гондорию в некоторое время. И они могут привести нас в Палантия. Да. Вы должны найти червь и его поговорить. Так. Нам нужен... Здесь он называется червь. Но вообще он... Как он называется? Да. Ладно. Прыгаем. Окей. Осведомитель можно так его назвать. Да. Червь. Вот, собственно, первый. Как это делается? Вот. Допросить. Кто нуждает в search for the Palantia? Да. Допросы стали быстрее. Здесь я даже сведения... Не могу выбирать, в общем, на кого сведения получить. Они автоматически... Вот. Смотрим, что здесь есть. Хорошая. Вестник войны. Разжигатель. Воин. Командир. Что он делает? Ньюзим к обстрелу. Окей-то. Эх, не дали почитать. В общем, тут написано все его слабости. Все его сильные стороны. И то, как его можно, собственно, победить. Давай еще одного. Попробуем. По-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Ну про кого мы узнаем. А вот про... Давай про дальнего. Лучник. Окей. блин ладно хрен с тобой потом на это посмотрим когда нам собственно скажут есть никаких приколов не туда вот в мир тени можем уйти в мир духов и поиграть много келем блинбором еще один орг а я сейчас ли пошары здесь орки сложность не сложно все пофигу единственно тут наверное хп у них будет больше просто и все и удары мощнее а интеллект такой же так что ничего страшного не будет как-то так он еще орки лук у нас есть лука пока у нас тоже нету сейчас пройдем мы быстренько с вами пройдем небольшой туториал и чё порки здесь прикольную да 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 все давай давай стрельба такая же да такая же об лобысь и все и всех поперешмаляли я недавно пытался перепройти первую часть дошел собственно до второй локации вся игра на две локации поделена в общем немножко не до прошел я думал что она сегодня ночью будет эта игра судя по стиму должна быть ночью давай-ка за подсказку посмотрим о ведьмак ведьмак хорош в общем думал что она выйдет сегодня ночью за весь день собственно осилить остаток игры там осталось там геймплей часов на 6 на 5 в общем не прошел и так бы может быть был более подготовлен но да ладно мы будем уже играть собственно в эту часть так ребята армия здесь собственно это система немезис вот это люди какой-то замок короче здесь стоят орки внизу мы о них не получили никаких сведений чтобы получить сведения нужно либо допросить капитанов либо допрашивать червей соответственно и выбирать про какого вы хотите узнать информацию здесь наверху расположены наши как бы союзники как я понял да синим подсвечиваться значит союзники тоже мы с этим будем дальше разбираться давайте посмотрим его слабости так не уязвим к обстрелу огнестойкие я достойки не злим для звериных атак окей то есть за зверюшки его не забудет атаковать он командир профессиональный класс воодушевляет тех кто сражается рядом с ним позволяет им полностью раскрыть свой боевой потенциал скорее всего вот видите знамя какой-то там тащить чувак один это знамя можно будет убить ушатать и вы короче круто его ошеломляет если его скрытно атакует то есть если мы и стелса выйдем и дадим ему перо под ребро он немножко будет в шоке и собственно вот его основные слабости казнь ему наносит большой урон скрытая атака наносит ему большой урон то есть шокнуть его нельзя с одного удара а есть такие главари которых можно убить из одного удара но это это что касается собственно армия персонаж ого прокачка какая интересная ого сколько веток слушайте истощение призрачный глиф ого хо хо жесть эльфийская ярость вода вода стелс у не стеса замедление времени что еще там есть персонаж теневой скиталец вот этого не хватало в игре призыв сторонников то есть можно сразу к себе призвать как орков так и не только ну и подчинение капитана потом открывается что еще тут есть ну это мы собственно посмотрим потом уже в будущем ладно отправляемся дальше стрел у нас 5 из 5 все хорошо так держите пацаны в мире духов можем ходить пока тоже самое вот ребята анимация бега как персонаж себя удары нет удары другие слушайте стали до игрек этот удар это оглушение призрачное сейчас в общем биться будем я вам покажу как это работает выглядит круто этот удар может быть дадут нам час сразиться с кем-нибудь уже тоже 20 минут прошло мы пока только в стелс и убивали всех опознать командира орков надо вот он собственно его шаломляет скрыто таки штук с его лицом господи ты на кого там орешь ну-ка стой давайте еще раз в мир духов а он что-то лепит там залезем на крышу давай быстрее в будущем он будет прям карабкаться очень быстро по стенам есть у нас телепортация нет сезона прокачивать надо но я понял они это обуславливают тем что собственно в кольцо была вложена вся сила кили брембора и нужно вернуть это кольцо тогда мы собственно и прокачаемся заново да а сейчас мы его смотрите как ошеломлим немножко вот отсюда оп до ровеньки булы о да собственно его убить можно но он тут же воскреснет в другом своем обличье вот так это девчушка прибежала лобысь ну-ка на ау вернуться ну-ка вот так ну-ка есть супер удар это у нас нету что ли я хочу проверить одну хрень вот смотрите а ашеломлил да ты что делаешь то вот смотри а нет у нас такого еще ох ты подножки ставишь ах ты пёс вот хитрый сам и думал отлично загасили первое и с него должна руна выпасть о а отдай снаряжение вдруг побеждая капитанов kill him reborn сможет выковать мощное снаряжение ваше снаряжение находится в меню предметы давайте зайдем на нее предметы о да используйте снаряжение чтобы стать могущественнее и усилить свои способности побеждая боя сильных капитанов вы получаетесь снаряжения более высокого качества чтобы посмотреть на ваш снаряжение и нажмите а Есть несколько видов качества, собственно, снаряжения Я видел желтый, я видел фиолетовый в роликах И, по-моему, есть обычный белый, три вида Так, снаряжено у нас первого уровня Урфаэль, это меч из первой части Урон в ближнем бою Меч Урфаэль верно служил Талиону всю его жизнь Когда тот был следопытом Гондора Смотрите, заменить на уровень 5 Высшее качество Урон в ближнем бою на 7 выше Меч Владычество Испытание для улучшения до уровня 15 Завербовать орка уровня 15 или выше У него какие-то испытания После выполнения этого испытания У него, скорее всего, разлаблокируется возможность в него втыкать руны Как я понял из роликов При вербовке уровень капитана автоматически повышается на 1 Очень полезный навык Накопление мощи за каждое истощение или подчинение врага 11 единиц Неплохо, слушайте Да, вот такой вот меч Этот меч нам Да, вот этот мы вообще выбили меч По идее А этот меч, скорее всего, за то, что у нас есть первая часть Или за то, что я взял серебряное издание игры С 2500 рублей То есть нам еще 2 дополнительные миссии дадутся И серебряный сундук мы можем открыть У нас, собственно, такое вот оружие Здесь ничего нет, здесь ничего нет Здесь ничего нет, здесь ничего нет А пойдем-ка сундук откроем А магазин? Пока участвуем в задании, мы не можем зайти в магазин Окей, я понял вас, хитрые жопы Будем этим заниматься попозже То есть можно менять ему броню, кольцо Призрачное оружие И оружие материальное, так сказать И все это еще прокачивать И прокачивать себя В общем, РПГ и РПГ Не достаточно Ну, Эмис Эйвилл still stands Мы начинаем уничтожить Мидлэсси, рейджер Они будут закрывать дверь, если они не уже не будут Мы должны идти туда, как быстро мы придем Они будут прямо behind you Погодьте Что your name? Идрил Италия Не 내� Robs Theory Извините, Италия Мы сегодня потеряли достаточно людей Ты слышишь? Вы слышите? И мы остановили здесь Погнали вверх Кэррент Тарандор Да, у него даже ножны поменялись Смотрите Меч вообще Хорошо, слушайте, хорошо Мне будут броньку вот сменить на нормально А, там еще плащ можно выбирать То есть плащ отдельно от броньки идет Ну погнали сражаться Уорками У нас пока никаких скиллов нет Мы просто бьем на На Х, на У Блочим атаки И все, на А уворачиваемся От других атак, которые нельзя заблочить Нет никаких комбо Которые можно Прописывать Так сказать Накапливаем очки За счет ударов Вот этих вот Х26, Х27 Накапливаем комбо И можем собственно делать крутые добивания Ну или так вот надо делать Собственно тоже неплохо Стоять Давай-ка немного постреляем Да, ясно Сосредоточение Пропало Они какие-то горбатые стали Им в голову сложно попасть со спины Нужно спереди смотреть на них Давай постражаемся Кого убежали-то все А вон там тех желтеньких надо убивать Зачистите территорию Чтобы спасти сержанта Ну держи Братуха Так, ну все Спасли вроде, да? Ну-ка стой Лежать Слушайте Неплохо ФПС-то выдает Мне нравится Оптимизация В этой игре Только как-то Немножко картинка Дерганая Надеюсь на видео Не будет Слишком заметно А так нормально Вроде Давай Рейнджер Ой, в горочку бежать Это ж такое издевательство Персонажем Быстрей, быстрей Потом будем с вами сражаться Алешке Можно, конечно, сделать вот так Одному хотя бы Вдышло Всадить Где еще один орк? О, отлетел Теперь нам нужны стрелы Оп Все вроде Так, куда, куда, куда? Помчали, помчали Давай за мной, пацаны Какой же ты медленный Талион Да не могу я быстрее Ну Тут как бы Келли Блимборда Немножко пострадал Физически На самом деле Он должен быть Раз в пять Наверное, быстрее Персонаж Передвигаться здесь По миру Так, ну вот Окей Ну, красиво Руки, ноги, голову Отлетают Расчлененка О-оу Так, стой Мощный удар Удерживая Икс Пока Не появится Глефа Пустите Чтобы навести Мощный Размаченный Удар Ого Серьезно? Ну-ка О, вот это уже Интересное стало Что-то Хотя бы Оп Не попал Ах ты Сучка Блин Забавно Так Слушайте Ну-ка Попробуем Те Стащить Во Хорош Захилились Немного Ну да Да Красиво В первую часть Очень мало Было Людей В основном Одни орки Но они Ого Тогда Наш фронт Стоит Немного Ах В первую часть Немного В дальнейшем Стоит Немного Защит Ах Не Уже В Ах В Немного Немного Защит Моя место здесь. Будьте уверены, что они были приняты к Хене Фене. Это order? Мы должны понимать. Мы должны защитить, то, что он самый дешевый. Да, это order. Тогда я увидел. Мы закончили. Но я вернусь на стену, пока следующий раз. Рейнджер из Блэкгентса. Я думал, что вы все мертвы. Ты слышал правду. Если вы пришли к борьбе с Минеси-фил, Рейнджер, сообщайте к Каптану Беренову. Я не пришел к вашей армии, но для Палантия и его безопасности. Протерегите городу, и Палантия будет безопасно. Однако, наши рейтинг-партамы торгуют к Каптанам в Северной городе. Вы желаете распространять террор? Да. Протерегите к Каптану Беренову. Это время, когда мы снижали к Каптану Беренову. И тогда мы снижали к Каптану Беренову. Так, задание выполнено, отлично. Мы получили очко навыка, 100 монеток и очки навыка. Окей, переходим в прокачку. Что мы можем? Эльфийская прыть нам намекает. Давай, чувак, открывай это. Отлично. Мы должны защищать Палантия сейчас. Моя город не останется. Но мы не можем оставить гондоринам к их душе. Керстамир правил. Протерегивая город, мы защищаем Палантия. Посмотрите. Тауэры берут его знак. Эти были мои тауэры. Теперь, коррупция Саврон распространяется beyond the border of Mordor. Он мучает меня. Они ему дают знание, не без Палантия. Палантия. Сада минус Итиля. Добудьте Палантир. Выполняем сюжетные задания, чтобы не дать Саврону заплачить Палантир. Палантир это молоточек такой. Он стучит по этой вышке, по наковальне на этой вышке. И это, собственно, то же самое, что, допустим, какой-нибудь Assassin's Creed синхронизировался на вышке. Орлинное зрение включится и облететь там вышку. В общем, разблокирую территорию. Открываем карту области. Ок. Сюжетные задания обозначены определенным значком. Также вы можете убивать капитанов орков ради опыта и снаряжения. Капитанов можно найти, ориентируясь по основному, особому значку в виде черепа, либо выполняя задания заклятых врагов. Выберите сюжетное задание и нажмите А, чтобы сделать его своей новой задачей. Ок. Спасибо. Сто. Можно у нас в магазин? Есть? Есть. Добро пожаловать в магазин. Здесь вы сможете покупать сундуки за мирианы и золото. Сундуки содержат мощное снаряжение и усиление. Открыть сундуки и применить усиление можно в гарнизоне. Нажмите А. Здесь серебряный за сундук войны. Подожди. Не открытые сундуки. Вот у меня есть два сундука. Здесь можно посмотреть ваши ящики. Ваши еще не открытые сундуки. Здесь хранятся сундуки, купленные вами в магазине, а также полученные из других источников. Чтобы узнать, что находится в сундуке, нажмите. Надо его открыть. Ок. Сундук войны. А, ну тут орки будут. Я хотел сундук с добычей. Ну давай откроем. Что это такое? Ок. Ну ок. Я не понимаю, что это. Ну какие-то типы появились. Ок. Карагов получает. Сторонник. Ок. Вы получили инструкцию по боевой подготовке. Она и позволяет наделить ваших сторонников мощными качествами. В меню армии выберите сторонника и нажмите Y, чтобы отдать приказ, и затем нажмите их, чтобы выдать инструкции. Для продолжения нажмите A. Нет. У нас есть 6 сторонников теперь. Сундуки с добычей мы можем собственно покупать, ну хотя бы серебряные, да? То есть за серебро мы покупаем. Серебро это валюта игровая. Золото это валюта донатная. То есть мы можем покупать в принципе за золото сундуки. Как минимум один оригинальный, два высших. Ускорение набора опыта в течение двух часов. Ой господи, ну зачем это делать? Ты просто платишь деньги, чтобы играть в игру, за которую ты уже заплатил деньги и играть в нее меньше. Это же тупо. Как минимум. Да, теперь у нас ускорение появилось. О-о-о! Отлично. Есть только документы Палантия. Но мы можем превратить Саурону низкую крафту против него. Эти талеры могут дать нам уважение. Мы их восхищаем и сделаем их нашим. А, мы можем так их очистить. Ок. Здесь мы видим все, что потеряло. И все, что потеряло, если его коррупция позволяет вернуться. И тильди какой-то там. О господи, серьезно? Он каждый раз так делает, как в Андромеде? Ну и... Еще один значок где-то должен быть. Не там. Эта цель построена на руинах моего ковера. Но все остальные. Эти мои бакеты. Все остальные из Саурона. И там я покажу тебе, почему мы должны отрекать моего ковера. Ээээ... Нажмите, чтобы выбрать меню заданий. И выбрать новое задание. Так. А есть главарь какой-нибудь? Цель находится в области поиска. Хм. Интересно. Так. Хотя, ладно, пойдем по заданию. Вот сюда. По пути червей найдем, может быть. Так что вы должны победить Мордора. Если она сохранит, то, как он держит Гондор в безопасности. Я слышу что-то. Я хочу победить! Быстрее. Цель. Ээээ! Сад. его бесит когда через нее перепрыгивают меткий стрелок мощный стрелок преимущество применений клинок мистика преимущество класса арбалет а это его особенности мы видим а слабости мы его пока не можем заметить ну пойдем сразимся с ним чё сейчас хера себе он прыгать стал на те нахер не ожидал какой модный орк с баками и пирсингом бесит когда перепрыгивать из него окей еще давай так он вас примчинка встрелок раз посмотрим ах ты ясно так постоять последний шанс окей мы отбили а господи еще раз будет последний шанс нет сразу нас убили в общем сейчас мы продемонстрируем как работает система не нас убил такар такра теперь он собственно повысил себя в звании убившие вас солдаты становятся капитанами и появляются в меню армии чтобы отомстить капитану который убил предал или унизил вас выполняйте соответствующее задание вендетту за орков убиты в ходе вендетты вы получите снаряжение более высокого качества подробно задание заклятых врагов задание действует течение ограниченного срока когда счетчик под заданием дойдет до нуля задание вендетты исчезнет навсегда вместе со всем снаряжением которое мы могли за него получить сейчас мы собственно и пойдем и сделаем эту вендетту сейчас такар наш стал мощнее стал капитаном этот победил чувак да получается он тоже в боевые сводки ну и там немножко реки да высшие орки сильнее обычных каждый из них обладает особым высшим качеством как например мощная атака оружие самолечения или возможность призвать союзников убив высшего орка вы получите высшее снаряжение легендарные орки еще сильнее они обладают двумя высшими качествами убив легендарного орка вы получите легендарное снаряжение которое зависит от племени и профильного класса врага качество орка это высший ну на него можно будет поохотиться потом но для начала мы еще одного убьем его бесит призыв добыть сведения про него надо ну погнали новая задача мы будем его убивать задание вендетта называется и дорезаемся на вышке идем дальше откинуты смертью когда вас убивают вы возродаетесь на ближайшие точки быстрого перемещения при этом в игре проходит некоторое время задание заклятых врагов завершаются победивший капитан получает новый уровень начинаются новые задания заклятых врагов и выполняются свободные места меню армии так задание заклятых врагов действует течение ограниченного срока когда счетчик под заданием доходит до нуля она автоматически завершается окей но у нас есть типа цель такая что-то далеко находится очень далеко а как отдалить уже серьезно нифига себе карта то здоровая наверное я думаю это не вся же да и все же еще же пожим по любому есть ну да вот ох она здоровая реально здоровая ладно побежали за ним допрыгнул вроде нам нужно сведения сначала получить погнали вот посмотрим кто тут есть допросим вот этого вот орка стоять и узнаем про него так фатальные слабости фатально горючий его можно поджечь и он сдохнет боится мух боится призраков разные слабые на голову уязвимости нездоровый яд наносит ему большой урон боится казни боится изуверия уязвим для дистанционных атак Казни наносят ему большой урон Скрытый антракт наносит ему большой урон Ой, он далеко находится, очень далеко Ладно, добежим до него и посмотрим на этот Сука Ты вот такой Давай сразимся с тобой, раз ты выше у нас Отметить цель, окей, поехали Пошел нахрен Орки несут ценную добычу, серьезно? Где там? Орки еще ценную добычу несут, да идите в нафиг Мне бы так тут справиться Вот надо бить его, он же стреляет Ах ты тварь, как же ты жестко жаришь-то Игрек О, стой Стой Хе-хе-хе-хе А, господи, да серьезно? И второго шанса у нас, еще одного шанса у нас нет Офигеть Ну ясно, ну вы в общем поняли в чем за место здесь будет, да, всю игру? Вот так мы будем дохнуть Участвует в поединке С неизвестным капитаном И он его победил И стал, короче, у детей И теперь у него горячий меч Сука Это тоже возрос Боевые сводки Вот с этого должно что-то вообще лютое падать теперь Ну, им займемся уже в следующей серии, ребят Ладно, всем спасибо, что смотрели С вами был Рирс Не забывайте подписаться на канал Ставить лайк и рассказать про это видео друзьям Если вам понравилось, то пишите об этом в комментариях Всем счастливо, всем до новых встреч